всем привет доброе утро я уже отработала иду сейчас думаю чтобы меня сварганить поесть вы знаете я пришла к мысли что я не помню когда я мясо ну вот котлеты по-моему ела в общем я рыбу хочу я каждый день хочу рыбу я вообще человек такой люблю очень рыбу я бы ее каждый день ела вот и вот понимаю что мясо на мясо мне вообще не тянет вижу еду вот перечисляю там курица мне неохота свинина нет говядина нет рыба труба как помните мультфильм был чипа гид чип и дэйл по моему там этот был сыр и у него усы так жить жгут стягивались так и у меня рыба вот и хочу заехать час валькам по за фруктами потому что мне вообще ничего не осталось какая-то третья часть арбуза и вот может быть какую-нибудь рыбу куплю и сделанном сегодня на обед может быть спаржу приобрету в общем посмотрю что такое купить а море сейчас вам покажу море море она шикарно это просто это просто сказка мечта если бы можно было бы я бы даже наверное поехала бы на пляж но к сожалению не судьба вообще очень странно знаете погода замечательная и вот смотришь что на пляже никого это вообще жесть конечно труба жесть как хотите так и говорите но чтоб в такую погоду никого не было висят красные флаги очень обидно и жалко мне кажется следующей неделе нам уже можно будет сходить на пляже вот а я шо ты не 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 фокусируешься на красоте и вот каждые регионы мэры думают как как и что это сделать чтобы было безопасно у нас сегодняшнего дня уже обязаловка ходить в масках я просто не представляю что на пляж тоже что ли в масках ходить в общем масках ходить нужно знаете как если вы если нельзя соблюдать двухметровую дистанцию то нужно ходить в маске неважно где это улица парк если вы видите в парке много людей вы не можете соблюдать двухметровую дистанцию то вам нужно надевать маски это обязаловка это не хочешь не хочешь я сегодня на работу ехала все были даже на улице все были в масках все абсолютно все ну я естественно здесь я могу соблюдать двухметровую дистанцию даже большую но что здесь никого нету поэтому вот валькампу сейчас надену она меня всегда в машине у меня знаете как это сумки одна маска в машине другая за покупками одна на работе другая ну как раньше помады лежали в сумках а сейчас лежат маски сейчас телефон надо подзарядить машине удобно подзаряжать пока доеду он зарядить а ключи где ключи на за оставила сзади дурень да на своей подушечке как пристегнут все как надо очередь такая же огроменная прям просто огроменная но у меня фруктов нету я не знаю с чем это связано потому что прошлой неделе такой очереди не было чё за фигня нам пока стою в очереди по отвечаю на ваши комментарии чё время-то зря проходить так что вот так но быстро очередь идет я бы сказала что мы недолго стоим все движется третий у нас даже что продают вот такие эти два евро всего стоит такая штука прикольно я все думала раньше где ее взять а вот есть я опять не туда зашла фрукты шла вы меня я уже дома у меня на обед сегодня смотрела смотрела никакой рыбы не хотелось а вот сардинки с удовольствием купила они что-то по около пяти евро килограмм стоило в общем не так дорого что-то фруктов не особо был выбор и знаете все когда вот зашла очередь минут пять я стояла ну семь когда уже выходила из окам потом вообще никого не было в очереди то есть видимо этот час пик или что непонятно в общем купила там бананы вишню черешню черешня дорогая лучше бы я к этому к марокканцу сходила купила вот такой вот клубнику я даже не знаю сколько она стоит понимаете об этом сейчас скажу а 4 евро вот 4 евро килограмм но она пахнет не необыкновенно у меня вся машина пропахла гель несмотря на то что у меня вонючка есть вот гаспачо купила вот такой вот традициональный сто процентов натуральный вот и сейчас буду лопать сардины обожаю сардины и с гаспачо такой у нас обед всем приятного аппетита смотрю сериал в лечение называется это испанский сериал оказывается почему-то вы перевели в лечение хотя он называется инстинкто инстинкт и знаете что мне вспомнилось в испанском языке есть многие похожие слова там разница буквально в одной букве но значение уже совершенно другое и вот такой у нас пример у нас было однажды не однажды вообще есть такой пример когда например пою пою это курица пою а поя ну это мужской орган причем пишется с двумя л когда в испанском языке да а поя поя по моему пишется с двумя л ну неважно в этом случае так вот разница всего лишь в одной букве о и а да пою это курица и вот девчонки однажды рассказывали как они шли на рынок только приехали в испанию естественно языка не знали идут на рынок и как и как бы не перепутать не перепутать и в общем говорят продавцы предавцу мне говорит вот такую вот большую поя то есть мужской член да разница в одной букве все пою и поя продавец значит на них смотрит ужасается и думает что они от нее хотят девчонки опять так же мне пожалуйста вот большую поя здесь знаете люди все солидарные вроде бы как не это но не начали смеяться ничего а просто может спросили может быть вам пою курицу они такие да 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 и вот я тоже когда только приехала мне рассказали этот случай иду я значит на рынок и такая думаю как бы не перепутать как бы не не перепутать пою курица поя достоинства пою курица поя достоинства иду значит иду на рынок думаю 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 как вы думаете перепутала а я когда что-то знаете их стесняюсь или что-то я краснее я бледнее у меня обрачное состояние я паду в обморок и тут я по ним когда я говорю что мне пожалуйста поя значит он на меня продавец смотрит и я понимаю что я ошиблась что я перепутала и мне так стыдно а я то хотела блеснуть испанским языком я уже знаете такая вот вот эту курицу пальцем вот так вот ты че стыдоба но зато с тех пор я знаю что пою это курица и поя это то что принадлежит мужчинам вот и вот сейчас смотрю тоже почему я думаю может быть на испанском посмотреть и потом думаю а нафиг искать где-то вы знаете еще на испанском языке в испанском интернете не все фильмы есть то за них платить надо то регистрироваться вот в русском я даже футбол когда мужу ищу то легче нахожу футбол ну такой вот платный какой раньше знаете платный футбол на русском вот интернете скажем так в русских страницах чем вот на испанских вот там как то больше доступа ко всему чем вот в испанском и вот так вот вспомнила лапа моя спит там такой отдыхает у нас такая жарище я сейчас пойду тоже заниматься тут включу наверное этот у меня за спиной крутится пропеллер я хочу чтоб со мной все ребята пели я вчера кстати тоже занималась вентилятором у нас нет кондиционера мы его не будем ставить потому что во-первых у мужа аллергия на эти всякие кондиционеры хотя есть разные безаллергенные но я сразу начинаю болеть когда у меня кондеры даже в машине не включая очень редко потому что у меня сразу начинается ангина я даже воду холодную не пью хотя говорят что горло не начинает болеть от холодной воды а от того же самого вируса от иммунитета но вот как то так вот от кондера у меня сразу начинает болеть горло и да и вообще я жару нормально переношу поэтому нам он совершенно не нужен вот так вот с одной мыслью на другую а больше я ничего не делаю не сегодня уже и кофе попила и вот жду занятий и смотрю вот этот вот сериал посмотрела сериал стужа турецкий очень понравился и он был до конца представляете там всего десять серий но обычно как их смотришь 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 продолжение следует в сентябре твою дивизию сидишь жди сентябрь а это до конца вот так вот у вас были какие-нибудь случаи такие когда вы говорите что-нибудь не то что надо особенно на испанском языке я вообще много таких случаев бывает у меня вот с клиентками разговариваешь вижу что они как-то какое-то слово там я вроде бы правильно его произношу или даже знаете как бывает что вот у нас в андалусии слова как бы есть своеобразные я хочу выпендриться типа я такие слова знаю я знаю такие слова что даже не все испанцы эти слова знают и приходится находить какой-то как синоним да этим словам но они меня иногда поправляют но все реже и реже потому что я стараюсь если даже я какое-то слово не знаю то я его стараюсь заменить каким-то другим словом которые а вообще испанский язык он легкий я не люблю и учить языки я к языкам туповатая вот но испанский нормально дается но это наверное и потому что я нахожусь в испанской среде я считаю по-русски разговариваю только с вами все больше я ни с кем по-русски не разговариваю ну и сериалы смотрю и все а так телевидение испанское родственники испанские собака испанская а ему похера вон он спит отдыхает а 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 у меня сегодня такой немного другой маршрут вот хотя я на той неделе ходила вон туда пойдем вот так вот вот так вот эти горы обойдем и выйдем вот там вот вот там вот в общем через церковь говорю эти цементерию пойдем кладбище у нас вот жара такая я себе скачала какой-то фильм хотел сказать книжку но она какая-то не очень интересная слушаю уже наверное четвертый день ну так знаете замечаю что я местами не слушать думаю о чем-то о своем о женском скажем так жарище такая я еще после занятий не остыла еще после рыбы накачалась опять воды ужас какая какая ужас иду как аквариум брук 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 ну ничего сейчас все это мы по это выпариться блин я тапки постирала тут такая пылища опять сейчас они у меня будут все грязные идите туда там что-то мужик какой-то сидит что за мужик сидит что ты там сидишь это вот это вот цыганский район здесь цыгане живут вообще вот тут чарли бомо нюхает там себе вот такие вот у них вид но они такие поросята потому что они мусор выбрасывают прям вот чуть ли они с балкона вот с той стороны там вообще жесть там все так застряно ужас а нет вот с той стороны сзади меня там прям говорю с балкона они выкидывают мусор как ни в чем не бывало и все так ладно почесала я мне придется сейчас на гору идти потому что в прошлый раз я как-то все с горы и с горы шла а сейчас думаю поменяю местами и пойду в гору чтобы уж прям булки жечь так жечь свои вкусные творог кстати вот который вчера делала булочки творог куда-то растворился и я думала его там будет много но нет единственное что было неудобно в рулет их завороть и заворачивать а так очень вкусный кстати я не сказала вам что булочки отнесла детям мужа вот слопали наверное ничего не сказали но они любят мою стрябню там всякие блинчики булочки поэтому слопают куда-нибудь денутся да чарли что он там сидит да еще и на стуле с самокатом странный мужчина ну ничего у меня есть собака верный пес который в случае чего спрячется за мной за меня он такой серун если что он всегда за меня прячется со страху типа помогите спасите вот это у нас мусорка вот нужно сюда прясть всякие холодильники стиральные машины привозить строительный мусор вот ну такой вот что не выбросишь в обычную мусорку вот все нужно вот сюда привозить это все бесплатно я так думаю но мне кажется иначе бы люди сюда ничего не возили а просто оставляли бы на улице стекло вот видите каждый контейнер он для чего-то приспособлен там столько народу смотрите сколько народу ходит гуляет видели ну я пойду туда стекло они тоже туда ну 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 нет Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я надела другие кроссовки, а кроссовки скользили по полу Времени снимать коронавирус, наверное Время снимать носки не было А когда я увидела их, было уже поздно В общем, вот так Мы уже почти прошли весь путь Выходим в город Все Сейчас буду купаться Душ принимать Маску сделаю себе Представляете, маска оказывается Она засыхает, ее надо смывать А я же что делала? Я же ее отдирала Вот так вот вместе с кожей драла Думаю, блин, как это больно Потом я догадалась Полезла в мусорку Потому что перевод Вот этой маски был Вот на вот этой вот Прозрачной бумаге Которая снимается И вот выкидывается, да, в мусор Полезла в мусор Начала читать Оказывается, ее надо смывать Но я думала, она как все пленки Надо сдирать Я чуть всю рожу не содрала Вот Ну а вообще хорошая кожа После нее Которую я купила в последний раз Розовая маска Розовая Сейчас я и с ней Буду экспериментировать Чарли Здесь уже улица Про вот этот срач Я вам говорила Смотрите Это трындец Что только нету Бутылки Дыни Это трындец какой-то Цыгане вот так живут Вышел, выбросил И все нормально Смотрите Даже мебель Диваны В общем здесь Чего только нету Вот тут вообще жесть Холодильники Это трындец какой-то Это жесть Тут все тоже есть у нас Представляете Смотрите Матрасы Матрасы Это трындец Вы поняли, да? Это вообще Хотя мусорка Вот там вот За поворотом Тиропая Чарли Ванны Джакузи Вот хотите Джакузи Приходите Берите Пожалуйста Вот вам Трындец Капец Тут цыганский район Страшно ли мне ходить? Нет Они это Они не Ну Спокойные Как бы Не такие вот знаете Какие-то агрессивные Там Мафия Или еще что-то Нормальные люди То Вот поросят А что с ним поделаешь Цыганский народ Типа кушал Кстати Чарли Вот этот вот Что я новый Покупала ему Корм Вот этот Ему больше нравится Он ему с удовольствием Лопает А я варю на завтра Гороховый суп Угу С грудинкой копченой Ребрышка у меня нету Вот грудинка копченая была Бейкон Немножко еще надо Чтобы поварился Я уже сходила в душ Намыла себе клубники Сейчас буду клубнику есть Нереально вкусная Клубника Кожа действительно От этой маски Стала классная А воды у тебя нету Моя рыба Сейчас налью водички В общем всего вам самого лучшего Встретимся с вами завтра И всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...